Это десятый урок. Мы уже научились использовать кое-какие датчики из набора, а сегодня на очереди — Unit Angle. Предыдущие датчики были цифровые, на выходе которых мог быть только один уровень, или высокий, или низкий. Этот же датчик — аналоговый. Аналоговый отличается от цифрового тем, что может возвращать значение из целого диапазона чисел. Примером аналогового датчика является термометр со шкалой температуры. Мы будем управлять подсветкой M5Stack с помощью данных, полученных от Unit Angle. Данный Unit оснащен черным портом, значит, подключим его к порту B. И сейчас мы можем изменять уровень яркости подсветки на M5Stack. Давайте посмотрим, как это реализовать. Возвращаемся в UI Flow. И изменим имя нашего проекта на Brightness Control. Хорошо. В этом уроке мы используем Unit Angle. Датчик в данном Юнити называют потенциометром. Потенциометр — это аналоговый электронный компонент. На минутку повторюсь, что цифровой датчик возвращает только или ноль, или единицу. А вот аналоговый, вроде термометра, возвращает значение из целого диапазона чисел. Например, со шкалы температур. Вот мы и будем изменять яркость подсветки на M5 согласно некоторому диапазону. Первым делом переходим в каталог Юнитов. Находим Юнит Энгл. Убеждаемся в том, что указан порт B, и выбираем его. Сначала давайте сделаем отображение значений с датчика на экране. Уберем это. Так, перейдем в раздел UI. И возьмем оттуда блок «Присвоить текст». Еще нам необходимо постоянно обновлять показания. Для этого обернем код в бесконечный цикл Loop. Затем из секции «Энгл» раздела Юниты возьмем блок «Получить аналоговое значение». Сейчас исполняем код и видим, как изменяются значения с нашего датчика при вращении рукоятки. Теперь сделаем так, чтобы можно было управлять RGB панелями. Для этого перед бесконечным циклом установим блок «Зажечь все панели определенным цветом». Да, мы будем изменять не цвет, а яркость. Яркость напрямую будет зависеть от аналогового значения с Юнита Энгл. Сделаем дубликат. Перетащим и установим его в свободное место на блоке, расположенном ниже. Наверняка вы обратили внимание на то, как сильно гуляет значение из-за запятой. Что же случится, если мы установим рукоятку в крайнее положение 0? Возникнет ошибка. Сказано, что не удается привести float к int. Что же такое float к int? Оба они являются типами данных для переменных. Float — это числа с плавающей запятой, а int — это целые числа. Блок, устанавливающий яркость RGB панелей, принимает в качестве аргумента исключительно целые числа. На данный момент мы получаем значения с аналогового датчика типа Float. Поэтому нам необходимо произвести его преобразование. Время от времени в программировании вы будете делать преобразование типов. Давайте возьмем блок «Преобразовать к int» из раздела «Математика». Все, что нам необходимо сделать, это последовательно подключить блок, получить аналоговое значение к блоку «Преобразовать к int» и вернуть конструкцию на искомое место. Посмотрим в работе. В результате работы кода видно, как изменяется яркость при вращении рукоятки юнита «Энгл». Используйте функцию «Мап» для переноса одного диапазона чисел в другой. Мы можем изменять звук, положение картинки на экране. А чем бы управляли вы? Не забывайте спрашивать в комментариях, если что-то непонятно. До встречи! Ведущий Люк Хендерсон перевел на русский язык Димми. Текст озвучивал Сергей Колбинцев.